На закате СССР автобусы ЗИЛ стали выходить из оборота и заменяться лиазами, лазами, пазами и венгерскими икарусами. Период, когда завод тащил на себе эту автобусную ношу, сошел на нет. Он сосредоточился на производстве грузовой техники. Автобус ЗИЛ-158 начал свой путь с 1957 года и пробыл на конвейере целых 13 лет. Но это не сравнится с той техникой Советского Союза, производство которой длилось 20 и более лет. Характер, который был у ЗИЛовского автобуса, достался ему от ЗИС-155. Такая наследственность знакома не только автобусам, но и грузовикам. Но если говорить про дальнейшую судьбу, то производство ЗИЛ было перенесено на лиаз. В связи с грамотным распределением рабочей нагрузки, было принято решение распределить производство автобусов и грузовиков по разным предприятиям. Из истории называть автобус ЛИАС неверно. По документам он все тот же ЗИЛ, только собран на другом заводе. Какие плюсы и минусы таит в себе этот автобус? Транспорт был уважаемым, но имел явные недостатки, о которых не молчали. К одним из таких минусов относилась механика открывания дверей, которая осуществлялась снаружи. Многим пассажирам это доставляло много неудобств. Особенно в сырую погоду, когда из-за дверей одежда промокала. Окна имели свойство не закрываться до конца, а это в свою очередь в зимний период охлаждало салон, а в летний из-за дождя он был сырым. Многие компоненты у автобуса дребезжали на плохих дорогах. Тут же стоит еще раз упомянуть двери, которые очень сильно гремели на кочках. По словам тех, кто катался на этом автобусе как пассажир, вспоминают, что двери это была самая громкая часть автобуса. Такие недостатки никак не сыграли начисленный выпуск автобусов в меньшую сторону. Всего с конвейера сошло 62 тысячи таких автобусов. Тут учитываются различные модификации, в индексах которых содержались буквы А, Д и В. Автобусу удалось покатать пассажиров вплоть до 80-х годов. Именно этот период принято считать конечным для автобуса ЗИЛ-158, так как к нему на смену пришел новоиспеченный ЛИАЦ-677. Старую ЗИЛовскую технику списывали и растаскивали на запчасти, либо он шел на службу какому-нибудь предприятию. Кому довелось на таком прокатиться, поделитесь впечатлением. И как считаете, в нем больше плюсов или минусов? Субтитры создавал DimaTorzok